Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Езегет пришел следующий вопрос. За соединение каких церквей мы молимся за литургией? Диакон или священник в отсутствии диакона провозглашает на Екатении следующее прошение о благосостоянии Святых Божьих Церквей и соединении всех. Эти слова дышат евангельским духом. Господь на Тайной Вечере говорит своим ученикам следующее. «Да будут все едино, как ты, Отче», молится он Отцу Своему, с которым един. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверуют в мир, что ты послал меня, и слабую, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Господь создал Церковь Свою, врата ада, не одолеет ее. Но, тем не менее, уже в первых веках стали возникать расколы, разномыслия. Апостол Павел уже будет писать, что должны быть между вами разномыслия, даже дабы появились среди вас искуснейшие в слове. Но мы знаем, что уже с IV века начинаются расколы, разномыслия, всевозможные схизмы. Сейчас, мы знаем, существуют три основных конфессии — православие, католицизм, протестантизм. И вы не поверите, наверное, но именно о соединении всех когда-то разрозненных христианских церквей мы молимся. Так об этом прямо пишет митрополит Филарет Дроздов в своих объяснениях этой екатении. Мы просим, чтобы отколовшиеся от нас вернулись к нам. И не имеет значения, как долго существовал этот раскол или эта схизма, эти неприязненные отношения. Чтобы церковь Христова была едина, чтобы не было этих разделений. Это, конечно, на сегодняшний день мне кажется маловероятным. Но как знать? Как знать? Может быть, когда-то мы снова станем так же едины, как когда-то были в первом веке. Перед лицом какой-то опасности. Вы скажете, вот, батюшка, экуменист, вот все. Но такого мы от вас не ожидали. Но мы об этом молимся на каждой литургии. Если вы откроете толкование стихотцов на этот текст, вы увидите, что от других-то и нет. Может, какой-то батюшка на приходе, может, даже и известный достаточно, который, прочитав эту фразу, это толкование, скажет, да нет, ну, как такое может быть? Там, кумуинизм, проклятые вещи. Не должно быть никакого единства. Все должны быть разобщены. Пусть все горят в аду, только мы спасемся. И даже в какой-нибудь книжке напишут, ее издадут, что здесь речь идет о том, чтобы приходы церкви, которые из камней и из бревен, были благополучны и объединены друг с другом. Ну, понятно, через власть настоятелей, благочинных и епископов. Ну, тут это все понятно. Чтобы наши храмы были богаты, славны и наполнены прихожанами. И чтобы отцы-настоятели друг с другом не конфликтовали. Но речь идет все-таки в библейском духе о том, чтобы все те, кто верит во Христа как в Бога, были едины. Верили в Него правильно, славили Его правильно. Не было бы каких-либо разногласий территориальных, догматических, нравственных. Но, к сожалению, уже тысячи лет расколом сформировали другой менталитет у христиан. Мы видим, что в 1204 году христиане Запада с упоением убивали христиан Константинополя, крадя у них церковные реликвии. Вся Европа преисполнена изобилуя мощами святых и богатством и убранством храмов, которые были вывезены из Константинополя и его окрестностей в начале XIII века. Так что иногда это единство в вере даже каких-то особых плодов не приносит. Но мы надеемся, что Господь в вечности разрешит те сложности и те преграды, которые были обыстрелены грешными, ластолюбивыми людьми здесь на земле. И там мы всегда с Господом будем едины. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.